Можно сразу следующий слайд и скажу просто кратенько, потому что по времени выходим из этого дела. Что это мобильная этика в нашем представлении? Это не мобильная плане того, что мобильная система, а то, что сама этика должна мобильной перемещаться в цифровом сообществе и сообщество в сообществе. То есть если мы обратим внимание на цифровой ландшафт, как он работает, у нас есть закрытые сообщества, куда вы не попадете без приглашения, в котором есть свои этические нормы. Есть открытые сообщества, где действуют общепериментные условно-цифровые нормы, то есть есть понятие анетикета, которое существует еще с 1992 года, но тем не менее они тоже соблюдаются очень и очень относительно. Почему это происходит? Люди склонны использовать цифровую сеть как среду свободную для общения, то есть есть такая парадигма, что внутри цифрового сообщества есть безбарьерное общение. Соответственно у каждого человека есть аватар, цифровой двойник, который может быть абсолютно различным на разных платформах, на разных сервисах и человек под одним и тем же, грубо говоря, плагином в сети может иметь абсолютно разные образы и в том числе этические нормы, используя разные цифровые аватары. То есть, когда человек заходит в одну сеть, он использует язык того сообщества и модели поведения того сообщества, в котором он заходит. Соответственно, переходя в другую сеть, например, он из деловой сети перешел в игровую сеть, он использует этические нормы уже этой сети. А в своем исследовании мы использовали автоматизированные средства по работе информации. То есть, мы смотрели на модель поведения через цифровые. Средства коммуникации, то есть, и сравнили их с реальным паттерным поведением в нашей жизни. То есть, как это принято в традиционном обществе и как это уже там сформировалось в правом обществе. Для обработки мы взяли системы автоматизированного сбора данных и собрали по топ-каналам. То есть, мы взяли статистику с сервиса ТГСДАТ, это статистика по Телеграм-каналу, мы взяли англоязычный канал, хотя, как ни странно, канал Дональда Трампа находится в абсолютном топе на восьмом месте. Находился в декабре прошлого года. То есть, предпущая дискуссию, коллеги, данные у нас собирались в декабре прошлого года до наступления текущих событий, поэтому у нас еще остановка политически была нейтральна. Соответственно, обрабатывалась она вот в том ключе, в котором это сообщество формировалось и живло уже в последние несколько лет с учетом развития социальных сетей, без вот таких вот глобальных перекосов. Соответственно, мы взяли YouTube-каналы с Google Media School Food Service, взяли первые три топ-канала с подписчиками, там, в несколько сотен миллионов подписчиков. То есть, мы брали отдельное видео, сбрасывали данные безличные при помощи, опять же, сервиса и уже от него выдвигали аналитики. При этом мы обнаружили, что системы контроля, модерации, вообще элементариев данных, экосистемах, данных сервисов, которые должны работать как искусственные идеи, которые должны как раз осуществлять модерацию этических, неэтических, какие-то высказывания, бритей, не работают. То есть, они могут блокировать по каким-то словарям, отдельным словарям, стоп-слоу, они могут выяснять какие-то выражения, они могут даже найти модальность и тональность, в принципе, высказывания, что мы сделали, посмотрели. Но, в целом, они не понимают, то есть, работает вообще механизм не навредит. То есть, этично это высказывание, неэтично. Насколько это высказывание нужно заблокировать? Потому что вступает в игру еще один параметр, как действие у профиля пользователей, вот цифрового аватара, достаточно высокий рейтинг. Даже если высказывание крайне неэтично, нарушает все правила сообщества, от этого аватара система пропустит высказывание и добавит его в исключение. Это то, как как раз боты обходят систему, почему боты не работают. То есть, ну, вот как упоминалось, боты и искусственный интеллект сейчас не могут понять, когда им следует вступать в беседу, когда нет. Потому что, это уже предмет немножечко другого нашего более глобального исследования. У нас есть второй доклад, который касается непосредственно, как строится цифровое общение, касаемо поступков, действий внутри сети, то есть вообще в диалоге, как оценивать это производство. То есть, я не буду его обладать, чтобы не за ним построить нас, но он есть презентация, отдельно лежит на 10, то есть с ним можно ознакомиться, если будет быть желание. И я попрошу следующий стать, чтобы показать просто, как любят данные еще дальше. То есть, это вот вверхе, это один из того, что мы смотрели, дальше. Это как мы делали, то есть то, что называется, почему люди в сети на разных порталах высказываются. Это так называемая виртуальная глухота. Это термин, он существует, он принят. То есть, когда человек просто за счет того, что его не видно за экраном монитора, он игнорирует все этические ноты. И его высказания становятся более открытыми, более острыми. Следующий стать. Это как раз примерная статистика. То есть, здесь мы можем посмотреть, сколько он... Это за сутки генерируется. То есть, тем более, получается, высказанного 638 просмотров, это в Телеграме. То есть, на один канал. То есть, почти миллион просмотров за сутки можно получить на одном из только вот каналов, просто любого сообщения. И, соответственно, реакции можно получить в 1652 комментах. Сутки просто. Вот люди пишут на любую тему. Соответственно, на Ютубе цифры немножечко другие, потому что смотрят быстрее, смотрят больше, но меньше комментируют. Следующий слайд. И вот здесь как раз. То есть, разница между коммуникациями. Если мы берем Телеграм-канал, в которой поток данных идет практически постоянно, и даже если новость отдельная проходит, ее начинают комментировать, то есть вот картинка PSX, то разъекрения достаточно небольшие. То есть, все равно беседа, она же гремима. И как раз обсуждение начинается вот в точках, где какой-то появляется пользователь, у которого достаточно большое время на аудитории. Это не обязательно тот, кто начал делать. Это тот человек, который сказал правильные слова, возможно, даже не этичные, чтобы аудиторию заставить реагировать, вызвать реакцию. И вот эти вот центры, это как раз реакция на высказывание. То есть, если мы берем центральную точку, это сама новость, она опубликована, у нее получается несколько, это первый уровень комментариев, то дальше мы можем дойти до четвертого, ну максимум пятого уровня комментариев, то есть когда человек отвечает, на отвечает, на отвечает, на отвечает. Если мы берем YouTube, он устроен немножечко по-другому, и здесь модерация вообще осуществляется преимущественно только ручным методом, и здесь, соответственно, пропуск комментариев гораздо больше неэтичных, матерных, все что угодно. И вот здесь уже витвистость начинается более, то есть начинается выделять так называемые генезда общения, которые первоначальные, как мы посмотрим наверху, первоначальные математики уже не имеют никакого отношения. И при этом эти гнезда, они могут иметь уровни вложения, так называемые, просто на английском, сейчас перевожу на ходу, уровни вложения могут достигать до семи, то есть у вас когда на один комментарий отвечает, потом еще кто-то на этот комментарий, и к этому комментарию еще комментарий, и комментарий к этому комментарий, вот так вот, до семи уровней. То есть люди разворачивают просто диалог на основе одного комментария, и начинают расти вот подобные гнезда. Опять же, здесь следующий слайд, пожалуйста. По результатам, именно когда мы оценили, просто прогнали все комментарии скопом по тональности, мы обнаружили, что на самом деле негативных высказываний не так много. То есть, может быть, 15% либо 21% в зависимости от модерации. То есть, в случае с телеграм-каналами их меньше, потому что там все-таки боты как-то, в каком-то режиме, в автоматическом, они все равно контент прибыли. В случае же с YouTube-каналами, то есть там 100% оказалось, на нескольких видео, здесь мы просто прибыли 1С, около 20-25%. Насколько это жестко-негативные высказывания, пожалуйста, следующий слайд. Здесь так физически не видно, но это слово на полку R, которое является вполне себе матерным, если его использовать неправильно. Но здесь эти слова, что в Telegram, что в YouTube, использовались для экстрессивной окраски своего высказанного. То есть, статично ли использовать матерское сообщение? Возможно, нет. Тем не менее, именно такого амбинуса и жесткого обращения, которое могло бы оскорбить пользователей, нету, так как на самих каналах использование данного слова, оно считается нормальным. То есть, даже самые авторы в своих же видео, в своих же постах могут его использовать. И поэтому законы этики здесь уже не работают. И искусственные интелляки, даже которые, например, на YouTube все равно блокируют какие-то совсем жесткие высказывания, он в данном случае просто был отключен и пропускал данные высказывания даже с ограничением каких-то слов. То есть, без учета контекста. Из чего можно сейчас сделать небольшой рывод, что зависимо от того, как вам в реальной жизни люди говорят, то, что в сети будет твориться на разных платформах, скорее всего, узнать будет очень тяжело. Даже у государственных ведущих у них есть обычно два аккаунта. Один официальный, а один личный. То есть, официальный аккаунт – это тот, который вы можете прочитать в сети, что было сделано, как это было сделано. Он обычно модерируется пресс-службой. А вот личный аккаунт, который закрытый, зачастую с измененным именем, с измененным галатаром, он содержит абсолютно другую личную информацию. И там уже по другим единическим законам размещается. То есть, этот интеллект сейчас не способен определить, насколько информация вообще пользователям, которая предоставляется, она этична, она может быть проанализирована. Потому что даже от кримичей того, что мы учились работать с контекстом, высказывать, не могут полностью оценить среду и не могут сравнить опять же с тем, как это будет выглядеть в данном определенном сообществе. Потому что машина не понимает, что от сообщества к сообществу этические нормы разные. И поэтому как раз мобильность этики цифрового интеллекта, вообще искусственного интеллекта, она должна быть понятна именно как проблема. Что если мы глобально пытаемся применить одну и ту же этику ко всем странам, ко всем цифровым сообществам, в любых цифровых сервисах, мы получим очень большую проблему. классические этики, что мы не учитываем. Кроме отлично, мы не учитываем ситуативные какие-то моменты. И получим очень много негатива в ответ. Тем самым мы из цифрового пространства, которое призвано помогать в коммуникации, мы его закроем. И люди будут искать уже какие-то альтернативные пути в развитии. А искусственный интеллект, он так и будет существовать в сети, будет просто общаться между собой. Спасибо большое, очень интересная тема, я думаю, поднятая. Недаром хочу напомнить коллегам, вам в том числе, что у нас в следующем году по счёту проблем коммуникационной этики мы всех приглашаем. В частности, сегодняшний докладчик, он был бы очень интересен. Вопросы коллеги. Первый вопрос. То есть только тексты? Да, информация, видео нет. Но в рамках исследования большого у нас есть. То есть у нас есть видео, ошибок и всё. Но в одну статью это не учитывается. Да, есть. Второй вопрос. Про другое. В рамках идеи межпоселенных мы говорим о маске и обладании, условно говоря. Мы говорим именно о скромбойке, обладании. То есть полный закромбойник. Меня интересует вопрос, на самом деле, как сказать, о джеке-лайфайде, поскольку там абортация, в рамках дает возможность человеку работать в рамках аналитического рейма. Вот это что вы как-то смотрите? Да, у нас было исключено в исследование, что люди могут и спод VPN сидеть, то есть когда они полностью закрывают свою идентичность, вообще отрезают ее от реального мира. И мы учитывали это, потому что знали. Здесь опять же вопрос границ между нарушением личных границ и эпичными данными. То есть мы знали просто несколько людей, у которых есть и ватая, которые из-под VPN сидят. Я работаю в перекраске сети, как кто-то сайдеритерный. То есть мы рассматривали, что я не иску, я там фаскурирую, эти вот, нет, а хорошо, это лоя, а фаскурирую. Афганина, конечно, не знаю. Да, это все. Да, это все. Афганина, все. Так вот, на самом деле, я и тратирую эти свои силы в ингредиции. Да, все правильно. Мы посмотрели с двух сторон, то есть почему у нас несколько каналов и почему у нас несколько видео было с разных каналов. Потому что на одном канале мы, например, понимаем, что там, например, аудитория у нас исключительно как раз где-то от 16, даже от 14 до 22. То есть она не может возражать полную картину. Соответственно, если мы берем телеграм, там уже аудитория как раз, в принципе, сама посидит более старшая, потому что много текста надо больше читать. А Facebook – это как раз аудитория. У нас тоже есть исследование. Здесь... И, например, один последний. Это все-таки мобильное или логильное? Это именно... Понимаете, вот так, взрывай, что... Да, если мы берем искусственный интеллект как средство регуляции, то есть здесь вопрос, как мы к этому подходим. Как настроим, так и будем. Это, опять же, вопрос нашего исследования. В любом ключе должны ли разработчики подключать к своему исследованию панетариев? Потому что сейчас искусственный интеллект разрабатывается исключительно технарядом. Ну, назовем это так, это сам правда технаряд. Ну, вот, коллеги из МОЛО, мне не дадут соврать, то есть когда идет разработка именно искусственного интеллекта в самой нейросети, она идет по математическим алгоритмам. Никаких гуманитарных алгоритм, никаких законных гуманитарных алгоритм. Все, спасибо, я был очень технический специалист и только сейчас начали подключать иммунитар. Вот, и это правило. На этой активностичной ноте мы вас отпустим, спасибо. Так, пожалуйста, следующий, дорогой. Спасибо, Джея, Детику, Маркин, и Евгений, и Стайд. Спасибо. Спасибо.